Ну что, друзья, еще раз здравствуйте! Мы сейчас будем разбирать статью Перронова положения. Недавно написал эту статью, и в этой статье мы, соответственно, сравниваем тезисы непосредственно секста-эмпирика, изложенные в тексте Перронова положения, с текстами других философских, псевдо-философских и так далее, так далее, в общем-то, течений. В том числе, ортодоксологический скептицизм здесь тоже присутствует. То есть академический скептицизм, то есть скептицизм Академии Платона, потом радикальный скептицизм, Кортезия, потом научный скептицизм, и в самом конце ортодоксологический скептицизм, Шадова, да? Вот. Почему мы избрали книжку Перронова положения? Потому что это единственный сборник по философии скептицизма, который вообще, в принципе, самый ранний, единственный, единственный ранний, короче, самый такой, самый-самый-самый, короче, важный, в котором определение скептицизма наиболее четко проявляет себя. Вот. Это реально один из самых главных текстов по скептицизму, рекомендую всем прочитать, там не очень длинно, не очень как бы тяжело, рекомендую. Поехали дальше. Первый вопрос, что такое скепсис? Секс-эмпирик в перроновых положениях первой книги пишет, что скептическая способность есть та, которая противопоставляет каким только возможным способам явлению мыслимому. Отсюда, вследствие равносильности в противоположных вещах и речах, мы приходим сначала к воздержанию от суждения, а потом к невозмутимости. О способности мы говорим не в тонком смысле этого слова, а просто потому, что она способна. Явлением же мы называем ощущаемое, и поэтому противополагаем ему мыслимое. Что по вопросу относительно скепсиса думают другие школы, которые мы обычно называем скептическими? Ну, академический скептицизм утверждает, что скепсис это воздержание от невероятностных суждений, допускающее определение вероятности того или иного события, явления или устройства там мира, допустим. Радикальный скептицизм утверждает, что скепсис это поиск очевидных оснований тех или иных суждений, без которых эти самые суждения являются недостоверными. Научный скептицизм говорит по поводу скепсиса таким образом. Скепсис это сомнение во всем, кроме научных фактов, интерпретаций и теорий. Воздержание от суждения в тех сферах, которые не могут быть выражены и осмыслены на научном языке и исследованы с помощью научного метода. Ортодоксологический скептицизм упирается в то, что скепсис это состояние, в котором отсутствуют догмы. Обращу внимание на то, что секс-эмпирик подчеркивает аспект сомнения как способности, что никак не противоречит тому, что оно является состоянием. Отсутствие противопоставления явлений мыслимому это и есть отсутствие догм. То есть состояние, в котором отсутствуют мыслимые конструкты, мыслительные конструкты, описывающие и интерпретирующие мир. Если что, это как-то вот так вот описывается в обычном скептицизме. Выставляет ли скептик догмы? Нет, не выставляет. Краткий ответ нет, не выставляет. В академическом скептицизме выставляет, но это вероятностные догмы. В радикальном скептицизме еще как выставляет после того, как мы в чем-то очевидно убедились, но нам показалось, что мы что-то очевидно подтвердили. После этого мы автоматически берем и начинаем выводить из этого всякие доказательства, как это делал Картезий. В научном скептицизме, конечно же, выставляются догмы, это тоже бесспорно. Он выставляет в качестве основных догм научные факты, методологию и некоторые неоспоримые очевидные теории. Ортодоксологический скептицизм по догме ортодоксология здесь понимает практически любое убеждение, но сама ортодоксология догму не выставляет. И чем она, в общем-то, комплементарна каноническому скептицизму. Вот. Ну, про мировоззрение то же самое. Получается, если мировоззрения у скептиков краткий ответ нет, и у ортодоксологии тоже нет, не привержены догмам, не привержены, короче, мировоззрением, тоже мировоззрения нет. Занимается ли скептик изучением природы, логики, этики и так далее? Секст Эмпирик отвечает, мы занимаемся изучением природы не для того, чтобы высказаться с твердой уверенностью относительно какой-либо догмы, определяемой изучением природы, но ради того, чтобы иметь возможность противопоставить всякому положению равносильной и ради невозмутимости мы стремимся к изучению природы. Также приступаем мы к логической и к этической части так называемой философии. Вот что относительно Секст Эмпирик здесь вот писал относительно данного вопроса. Сейчас меня немножко размыло, кажется. Если мы посмотрим остальные учения, то там окажется, что у всех и у них есть изучение природы как конкретного предмета ради изучения. То есть академический скептицизм вполне может быть направлен на природу и на все остальное ради ценности этих самых предметов. Радикальный скептицизм, он существовал для того, чтобы определить очевидные основания знания, в том числе для изучения природы. Научный скептицизм, он напрямую изучает природу и любит вот этих вот ученых, которые природу изучают. То есть научные скептики невероятно рады видеть вот этих вот ученых, замечательных, изучающих природу. Ортодоксологический скептицизм это новый абсолютный скептицизм. Он занимается изучением других догм не столько ради противопоставления одних идей другим, но ради того, чтобы понимать эти идеи и прийти к плюрализму, который еще сильнее поддерживает скептицизм, чем одна только критика. То есть если античные скептики опирались в изучении других школ только на критику, опирались только на необходимость критиковать другие школы, то для ортодоксолога и критика, и герменевтика это обе, два столпа, которые поддерживают скептицизм, так скажем. А скептицизм поддерживает, в свою очередь, и критику, и герменевтику. Такое зацикленное самоопределение, самообоснование их необходимости, взаимное самоусиление, бесконечный двигатель философии ортодоксологии, так скажем. Так вот, дело в том, что и герменевтика, и критика здесь оказываются действительно дополняющими. То есть критика показывает, что все можно раскритиковать, а герменевтика показывает, что все можно понять. И даже принять все можно. И тут даже трудно себе представить, что страшнее. То, что все можно опровергнуть, повергнуть, да, все высказывания можно повергнуть. Или то, что наоборот, как бы во все высказывания можно поверить. Что страшнее, непонятно на самом деле. Что больше приводит к скептицизму, в данном случае понять довольно трудно, но оба основания довольно мощные. Некая такая диалектика критики-германевтики получается. Отрицает ли скептик явление? Помните, я вам говорил, что мы не отрицаем феномены. Это буквально высказывание секста-эмпирика. Явление невозможно отрицать. Мы можем только сказать, например, что вот это вот явление, явление, например, баллончика, сам по-самому баллончика нет, но явление-то есть, он нам явился, сам предмет перед нами находится. Ни один скептик не отрицает явление, понимаете, потому что явление это не то, к чему можно задать вопрос. Мы не можем сказать, а явилось ли явление? Потому что оно явилось, вот оно, вот оно воспринимается. Мы можем усомниться в том, а является явлением тем, что вот я вижу. Соответствует и явление реальности. Мы можем такой вопрос задать. Вот скептики здесь уже не высказываются. Академический скептицизм судит о вероятностях явления. Не отрицает, но судит о вероятностях. Вообще никто не отрицает явление. Но отрицать явление это кринж. То есть тот, кто отрицает явление, не понимает его определения, так скажем. Вот что можно здесь отметить. А критерии скепсиса тоже довольно интересны. Критериям же скептического способа рассуждения, пишет секст-эмпирик, мы считаем явление. В свою очередь, академический скептицизм считает фундаментом вероятность. Радикальный скептицизм – очевидность. Научный скептицизм – демаркацию, ну то есть науку считает по большей части. Ортодоксологический скептицизм полагает, что у скепсиса отсутствует всякий критерий. Есть такой Магомед, но мы же не будем в этом сомневаться. Сомнение существует в качестве необходимого начала для становления герминифтического проекта. Его критерий не нужен и даже излишен. Более того, сам критерий может стать догмой, а потому для чистейшего скептицизма необходимо избегать всех критериев. Причем желательно избегать естественным образом цель скепсиса, ну у нас нет цели вообще в целом, да. До сих пор мы говорим, что цель скептика – невозмутимость в вещах. А вот у античных скептиков была цель – это невозмутимость. В данном случае я снимаю цели полагания и создаю определенный искусственный цикл, от которого все равно можно отказаться. То есть герминифтика – скептицизм, скептицизм – герминифтика. И так до бесконечности они друг в друга переходят, но да, на это можно наплевать, это может не быть самоцелью и всякой такой вот странной ерундой. О доказательстве античные скептики отрицали доказательства. Помните, Шадов говорил вам о доказать доказательства, вот эту вот тему. Эта тема еще с античности идет. Удивительно, удивительно, что современные перепатетики, современные верующие в логику люди, они просто не выкупают хороших древних аргументов, потому что они, не знаю, то ли малообразованные, то ли слишком догматичные, чтобы серьезно относиться к словам оппонента. Но вот тема о доказательстве доказательства существовала с давнейших времен, и это, по-моему, очень интересная тема. То же самое в определениях, сомневаемся в определениях. При этом академический скептицизм, радикальный и научный дают определение, и при этом всем академический, радикальный и научный скептицизм, они верят в доказательства. Только абсолютные скептицизмы шадова, там, и секста импирика, и перонов, доказательства, ну, вот, не верят. И с определениями то же самое. Вот. Мы разобрали сейчас довольно быстро и во многом довольно поверхностно основные моменты из пероновых положений. Мы проигнорировали многие разделы, конечно, раздел с тропами проигнорировали, потому что мы его и так разбираем почти в каждой статье, в каждом видео, ну, в каждом, вообще, всем, что мы говорим, да, тропы мы почти постоянно разбираем. Так вот, из того, что мы увидели, мы можем, в принципе, сказать, что единственным наследником полноценного скептицизма, ну, является моя философия ортодоциологическая. Другие философии, которые называют себя скептическими на протяжении всей истории нашего человечества, они как-то довольно сомнительны и довольно странно связаны с тем, что мы считаем скептицизмом. С тем, что канонически считается скептицизмом. Вот те люди, которые впервые на себя примерили слово скептики, вот они основатели скептицизма, вот как-то вот не соотносятся, да, другие школы с ними, вообще как-то не особо соотносятся. И что с этим делать, ну, непонятно, опять же, да, подкладывание понятий всяких, изменение значений слова, вот еще, вот что создает современные виды скептицизма, все кроме моего, получается, из тех, которые более-менее известны. Ладно.